Добрый день, дорогие друзья, у нас на связи Георгий Александрович Сатаров, президент фонда Инда. Добрый день, Георгий Александрович. Добрый день. Не сходит с информационных полей одна единственная тема, наверное, еще долго не будет сходить. Вопрос сразу вот такой серьезный достаточно, Георгий Александрович, отталкиваясь от этих замечательных итогов выборов в России, можно ли сменить нынешнюю власть путем голосования? Это вопрос, который люди в совокупности должны задать себе. Готовы ли они сменить? Хотят ли они сменить? Считают ли они возможным это сделать? Потому что исторический опыт показывает, что даже в очень тяжелых условиях это вполне возможно. Я напомню президентские выборы в Чили при Пиночете. Я напомню, что репрессии там были, когда люди исчезали убитыми десятками тысяч. Это гораздо серьезнее по масштабам, чем в России. И тем не менее, в некий момент Пиночет вынужден был прибегнуть к выборам, потому что чувствовал истление легитимности своего режима. Но условия были вполне комфортные, он полностью владел средствами массовой информации. Там даже эхо Москвы не было. Об этом мы отдельно сегодня, Георгий Александрович. Радь бога, там не было интернета в то время. Его противники сделали очень простую вещь. Они провели кампанию от двери к двери, волонтеры. Гигантскую, мощнейшую, серьезную кампанию, хорошо организованную. И победили. Вот и все. И это далеко не единственный случай. Причем они победили, что называется, просто вот сходу. Поэтому мы еще должны себе задать вопрос, что мы рассматриваем в качестве победы. Смены, мгновенной смены режима нереально. Вспомним, пожалуйста, что происходило с Советским Союзом. Ну, слегка под ржавевший тоталитарный режим. Опять чувствовал проблемы в своей эффективности. Ему нужно было как-то менять себя. Для этого нужно было вовлекать в активность настоящую, полноценную. Но не только шахтеров и ткачих, как в фильмах традиционных или столеваров. Но техническую интеллигенцию и так далее. Там, где техническая интеллигенция, там и творческая. Нужно было что-то менять в себе. Они поняли, что первые попытки тщетно. Они пошли на выборы, как вот эту мобилизацию возможностей. И с этого все началось. Начался крах этого режима. И рухнул он не потому, что репьяных мужика в Беловежской пуще там что-то подписали. А потому, что он был неадаптивен по своей сути. И любая попытка его на ходу, так сказать, самоподправлять, была обречена на полный крах, что и произошло. Для этого нужны изначально адаптивные режимы с адаптивными механизмами, как это в демократиях происходит. Их главный ресурс это адаптивность и возможность саморемонта, так сказать, без установки в док или в ремонтную мастерскую, а просто на ходу. Поэтому задача по-другому должна ставиться. Можем ли мы с помощью участия в выборах изменить ситуацию в стране так, чтобы она начала сдвигаться в ту сторону, которая нам нужна. Да, можно, но для этого нужно действовать сообща и договариваясь о единых усилиях. А на это пока не способны. Если завтра на прогулку в Москве выйдет миллион человек, кто-то сдвинется с мертвой точки? Я думаю, да. Ну, есть многочисленные примеры бесед полковников во время митингов и представителей организаторов митингов, когда эти полковники говорили, ну, пока выходит 50 тысяч, мы вас будем лупцевать. Когда выйдет 500 тысяч, мы к вам присоединимся. И это не фигура речи, это отражение общих настроений, ощущение того, что что-то идет не так, что-то происходит не так. Другое дело, что между настроениями и реальными действиями всегда существует некая дистанция. И это, ну, как, представляете себе, значит, металлический шарик в ямке. Значит, если по нему тихонечку ударять, он не выскочит из ямки. Для того, чтобы он выскочил из ямки, нужен сильный удар. Импульс. Импульс, да. То, что называется пороговый эффект. Вот мы всегда находимся в состоянии такого порогового эффекта. Но это возможно. На ваш взгляд, общество будет радикализовываться после известных произошедших электоральных событий? Ну, понимаете, радикализация может происходить разными способами. Она может происходить в умах, прежде всего. И чаще так и бывает. Это как бы накапливается некая ментальная энергия, энергия недовольства. Ну, реальные результаты выборов показывают, что этот процесс идет, и он нарастает. Он не находит своего практического выхода, в том числе и в силу довольно слабого участия, слабой координации. Но это идет. А дальше начинаются вещи абсолютно непредсказуемые. Невозможно предсказать. Я уже об этом, по-моему, говорил в нашем эфире предыдущем. Невозможно предсказать, что будет с пусковым крючком, когда взрывным образом это накапливаемое, безусловно, и с этим власть абсолютно ничего не может сделать. Для этого нужно уничтожить всех. Накапливаемое вот это внутреннее недовольство взрывным образом превратится в действие. Когда и по какому поводу это произойдет, это непредсказуемо. Георгий Александрович, ситуация в Москве, когда тотально просто всех альтернативных кандидатов выдавили. Как вы можете оценить в целом вот этот вопрос, эту ситуацию? Ну, тут-то все просто. Они... У них есть более или менее реальное представление от степени задницы, в которую они заползли. Я имею в виду недовольство и концентрация этого недовольства в Москве. А вообще я напомню, что революции происходят в столицах. Вот, поэтому ситуация в Москве понятна. Тем более, что они тоже... Кто-нибудь там из них может читать умные книжки. Ну, из числа тех, что у меня здесь стоят. Кто-нибудь из них может слушать Георгия Александровича иногда. Ну, например, да. И мы могут знать, что для того, чтобы... Ну, или хотя бы изучая исторический опыт, как это было в 90-х. Для того, чтобы произошло решительное изменение, нужен союз между уличным протестом и представителями власти. Им не нужны те, кто может соединиться с уличным протестом внутри власти. Вот это должно быть исключено. Потому что я напомню, что на миллионных митингах, шествиях в 90-м году в первом ряду шли, сцепившись руками, депутаты. Вот. Этого они боятся страшно совершенно. Но это означает, что они будут заползать в ситуацию... Смотрите, будет усиливаться это недовольство. Это значит, что для того, чтобы сохранять этот статус-кво, который им необходимо, нужно все больше и больше насилия над правом, над здравым смыслом, над собственными законами, над людьми и так далее. Это значит, будет накапливаться, ускоряться накопление этого недовольства и шанс возникновения взрывоопасной ситуации. Даже если в органы власти не будет выбран никто. Альтернативный вариант есть, Георгий Александрович, для власти? Есть, конечно. А он выглядит очень просто. Я на своем канале это рассказывал, практически сразу после выборов 20-го. Рассказывал, что альтернативный вариант... Смотрите, что означают эти выборы для вот этой вертикали власти? Они же о том, что там идет совершенно запредельный мухлеж, знают гораздо лучше нас. Потому что они как бы функционеры этого мухлежа. Либо они друзья функционеров, либо они члены одной банды по разграблению каких-нибудь ресурсов. Поэтому они прекрасно понимают, что то, ради чего они работают на сохранение Путина на своем посту, чтобы он своим рейтингом прикрывал эту пирамиду, так сказать, вертикаль власти, и склевает вот эта ниточка, на которой держится все. Вот Путина наше все, это значит, что если склевает ниточка этого веры в это наше все, это все падает, эта пирамида, в дребезги. Это значит, что он им больше не нужен. Вот это самое страшное, это то, ради чего вообще все свершалось на этих выборах, для того, чтобы получить нужный результат, который может убедить, что вот, значит, мы еще можем, да, мы можем сохранять статус-кво. Вот Путин все держит под контролем, даже когда он прячется там в каких-то своих этих... Местах, безопасных. Безопасных местах, назовем это так. Вот, но они тоже... Есть там, я думаю, люди не глупые, которые могут понимать, что это не может не взрываться в какой-то момент. И чем дальше это заходит, тем опаснее процесс взрыва и результаты взрыва для них лично. Значит, выход какой? Надо менять и надо искать какой-то плавный разворот. А это ситуация Горбачева. Георгий Александрович, вы лично знаете Алексея Венедиктова. Что случилось с человеком? Да ничего с ним не случилось. Что случилось с нами, видите ли, и с выборами? Значит, я хочу сказать одну вещь, не называя фамилией. О том, что это надежная машина, электронное голосование, говорили, помимо Венедиктова, люди мною чрезвычайно уважаемые, и которых я никак не могу заподозрить в том, что они двойные агенты или что-нибудь в этом духе, как сейчас подозревают Венедиктова. Это раз. Второе. У Венедиктова, и в какой-то момент он наверняка это начал понимать, особенно когда появился режим Путина, именно тогда у него появилась очень сложная функция. Надо сохранить информационный ресурс, где мы до сих пор можем слышать правду. И слышать новости, которые мы больше не слышим нигде, ни по каким радиостанциям, ну, кроме там Свободы или что-нибудь в этом духе, и ни по каким официальным телеканалам и так далее, и так далее. Эхо это сохраняет. Оно чем-то для этим жертвует. Допустим, там появляются абсолютно, значит, нехомоподобные личности, которые несут черт знает что. И Венедиктов, на мой взгляд, видит свою задачу балансировать так, чтобы сохранять эту возможность. И он это делает. Не является ли это оправданием, Георгий Леонидович? Есть вещи, о которых мы судить не вправе, если мы их не пережили. Это, например, тюрьма. Пока мы не пережили собственного опыта пребывания в тюрьме и неприлично говорить о том, что нужно, можно, что нельзя делать, на что надо идти, на что нельзя. Попробуйте. Посидите 10 лет, а потом рассуждайте. То же самое пытки, то же самое шантаж с судьбой родственников. Меня как-то спросили в конце одного интервью, а вот если бы вы, как бы вы себя вели? Я сказал, я не знаю. Меня еще не пытали. И я не могу понять, как бы я себя вел, и я не могу судить других. Примерно этого же сорта та ситуация, которая, начиная с нулевых годов, попал Венедиктов. Попробуйте сами решать ту задачу, которую решает Венедиктов. Пройдите через этот опыт, а потом судите. А нужно ли ее решать, Георгий Александрович? Вы думаете, власть может закрыть последнюю радиостанцию? Ну, когда власть закроет последнюю радиостанцию, мы услышим что-то от Венедиктова и узнаем что-то из его поведения. Тогда и будем смотреть. Тогда он будет в другой ситуации. Тогда он будет, ну, скажем, примерно в той же ситуации, что и многие другие. И тогда можно будет, ну, хотя бы сравнивать их в подобных ситуациях. Может ли власть пойти на это, Георгий Александрович? Спросите, что я перебил. Может ли власть пойти на то, чтобы закрыть или категорически и, ну, совершенно строго цензурировать эфиры? Ну, как бы до выхода, да? Ну, как нормальная цензура. Черт его знает. Я помню рассказ Димы Муратова. Он мне рассказывал, как он... Ну, там... Это главные редакторы новой газеты для наших зрителей? Ну, да. Ну, одна из многих газет тоже, которая, значит, обладает примерно тем же свойством. Которая говорит, как мне в Кремле говорят, ну, как вы там держитесь? Спрашивают меня. Я говорю, да вроде держимся. Ну, держитесь, держитесь, говорят в Кремле. А то, где мы еще узнаем, что в стране происходит? Вот. Вот, значит, это... Они и так, в общем... Дело в том, что Путину... Его окружение создает некий искусственный мир, проистекающий из их рефлексии того, что ему нравится. Они создают этот мир, а дальше их собственное представление о мире меняется. Потому что они начинают тоже верить в тот мир, который они ему создают. Ну, для того, чтобы снимать когнитивные диссонансы и так далее или что-нибудь в этом духе. Вот. Поэтому они вместе начинают жить в некоторой искусственной стране, а это чревато большими ошибками. Вот. Некоторые из них поэтому это понимают, и некоторые из них, конечно, слушают эхо Москвы, читают новую газету, лазают по неким сайтам. Может, даже кто-нибудь затесался среди моих подписчиков. Не важно. Вот. Меня это не шибко смущает. Пусть просвещаются. Вот. Я думаю, что чем дальше по пирамиде власти, чем выше по пирамиде власти, тем больше заразы от того мира, который они создают Путину, перетекает на них. И тем меньше они склонны слышать и знать что-то противоречащее вот этому картине вот этого искусственного мира, который они в результате как бы сами для себя создали. И тем меньше, тем больше они зашорены. И, конечно, когда они создают у себя ощущение, что вот эти клевещущие и врут, и создают искусственный мир, и это вредно для нашей страны, ну, в скобках, для нашего искусственного мира, тогда, конечно, они могут принять решение о закрытии и с непонятными последствиями на самом деле. Это может быть одним из спусковых крючков. Георгий Александрович, я сейчас сформулирую вопрос, а вы можете ответить на него очень коротко. Есть государство Н. В этом государстве Н группа товарищей захватывает власть, садится на мешки с золотом, на все ресурсы, нанимает себе охрану. Как вы думаете, люди, которые живут в этом государстве Н, опустив бумажки в некие коробочки, смогут ли заставить верхушку этого государства, захватившего власть, отдать мешки с золотом? Ну, насчет отдать мешки с золотом – это отдельная проблема. Ведь проблема… Мы же недовольны не тем, что они богаче нас. Но они настолько богаче нас, что тут даже как бы сравнивать неинтересно. Да, и не в этом проблема. Мы недовольны другими вещами. Вот. Мы недовольны нашим образованием. Мы недовольны нашим здравоохранением. Мы недовольны, что какая-то ментовская пьянь может въезжать в остановку автобусную и убивать своими поршами людей. И много чем недовольны, правда? И это гораздо важнее, чем мешки. Я не могу дать однозначного ответа. Я могу дать способ размышления, предложить способ размышления. Дело в том, что они неоднородны, как всегда бывает в жизни. Дело в том, что когда и если они будут задумываться, например, о том, кем сменить Вован Вованча, у них могут быть разногласия. У них могут быть и другие разногласия, связанные с тем, что вот эта шагрень его кожи, того, что можно раскрадывать в стране, она сужается и обостряется как бы их конкуренция за возможность красть и красть побольше. И кто-то из них может сообразить, опираясь, например, на понимание общественного недовольства, что, может быть, мы можем выиграть у других, если мы будем опираться на это общественное недовольство. И начинать потихоньку выпускать пар, допуская на выборы, немножко ослабляя вот эту лажу при конкуренции на выборах и допуская людей во власть и так далее. То есть ровно то, что начинало действовать, делать советская власть потихоньку в начале. Ну, как бы тут, это кажется, что это спираль, но это проявление того, что монотонных процессов в природе не бывает, прежде всего. То есть это вопрос все же внутренней конкуренции? Ну, и, конечно, это, ну, так сказать, организованности, сплоченности и массовидности протеста, безусловно. Только это сочетание побеждает. Спасибо большое. С нами был Георгий Александрович Сатаров, президент фонда Индэм. Георгий Александрович, простите, что я вас опять держу.